Это уже как команда. И вот прослышали, что за один месяц так меняется. Приехал директор Кэстенского института из Бомбина. Останкина привезли. Профессоры психологии живут у нас в лагере и исследуют, записывают. И в конце выводят. Главный движитель лагеря, тирея, с большой буквы, любовь. Любовь это не потворство. У нас в лагере пойдем в 5 утра. Ребенок должен по России пробежаться, искупаться. Он на коне уедет. Сбор ягод. И каждый день начинается с молитвы. Мы указываем на Христа. Христос умер за нас. Мы себе не принадлежим. Вся литература, все абсолютно связано с Богом. Ну, знаете, мировые галереи мира. Леонардо Довенчин. Что рассказывают-то? Вот начинают старобрядцы. Вот книга старобрядчества. Старобрядчиц это то, что принял князь Владимир. Сергий Радожский. Ну, не надо говорить. Боярный Морозов. Но Серафим Савовский трое. Это оба святые. Чего нам спорить о пальцах каких-то? Когда мы русские люди. Вот мне вопрос всегда задают. Представьте, вот мы едем, начнем где-то в лесополосе. Я показал, мы до Москвы прошли, обратно до Байкала. Это все дарю. Вот сейчас последние книги отдаем. Это ровно на 2 миллиона за это место подарили. А у меня ничего нет. Я вот весь здесь. Зачем? У меня один ответ и простой. Это мой народ, моя страна. Я для этого жил. Я в пяти тюрьмах отбывал, как политзаключенную. И это все вот в этой книге. Эта книга, ключ ко всем остальным. И все это в фотографиях. Вот где бы вы ни открыли. Ну, это документы. Что печатали о нас, говорили в разных местах. А эти дети у меня в лагере стоят. Все документы здесь. Это я был в армии, это моя будущая жена. А это в Томске был Фасты. Вот это преподатель Томского университета. Видите, вот тут я сижу в книге, которые изданы. Красиво смотрится? Да. Я провел за компьютером более 30 тысяч часов за 8 лет. Мне было 62 года, мне 74-й. Показали, как его включать. Как вы не просто так вот. А силий, да я силий, да я силий. Сейчас покажу. Вот это 300 пайтов России за 300 лет. Все, что они сказали по определенной тематике. А то люди думают, а верующий я учу только молиться. Это тоже есть. Но главное, Христос должен во всем участвовать. Я не себе принадлежу Богу, и поэтому мои действия вот так. А книги-то какие, вы только гляньте. Это метр сорок. Спрашивает, как назвать полку? Можно назвать открытым оком? А можно назвать, вот на первой странице, вот открывает, во свете Библии. То есть в каждой книге примерно 3000 ссылок на священное писание. Мне Бог дал это знание, и я ими делюсь. Я в Америке выступал, ну где приходилось, тут все столичные города. Вот сейчас, но пока подождите, потом пошло. Это мой брат, он протеерей. Это у нас к крещению, которое люди готовы, только воют в озере в полное погружение, как я с вами от крестя. У нас все очень серьезно. Вот Санюшки сейчас раз, деньги заплатил, все, нет. Для крещения нужно три условия. Первое, научить, а как крестить? Идите, научите все народы Господи от крестяек. Второе, в полное погружение, и третье условие бесплатно. Ну это взрослого. А младенца, когда мы крестим, мы же ведь все равно же не можем ему ничего научить. Что ты ему скажешь? Священники сейчас... Это вы говорите про взрослого человека, которого, допустим, вы начинаете крестить, они самовлятся, сохраняются. А младенец-то ведь он же получается со всеми... Вот эта книга, с сектантами, они не крестят детей, а у нас в описании доказывается, родители крестятся и весь дом. Они так, что пришли, деньги, деньги, но это просто все понимают, дешевт уже идет. Люди ропщут, недовольны. И патриарх проехал, Кирилл, по востоку, вернулся и сказал, состояние церкви-духовная развалина. А это, я говорю, патриарху не худшее показали. Где мы едем, там нет развалин, там пепелище. И вот на дорогах едешь, все эти чернявые, красивые ребята работают, где наши? И на стройках, и везде. За последние 10 лет, ну маленько устаревшие у меня данные, 17 тысяч поселений в России исчезло полностью. Это выступает депутат Госдумы Нина Данилова, от КПРФ она, правда. И она говорит, это не то, чтобы из реестра краевой администрации вычеркнули поселения, это потери государственной территории. Она впустовать не будет, нам никто этого не позволит. Там будут жить китайцы, будут жить мусульмане, а мы русские на заборках истории остаемся. Поэтому на библиотеку особое внимание сегодня нужно обратить, поэтому мы ведем это показы. Это вы, да, вы, да, это центр села. Центр города. Зато, как вы знаете, наверное, наши главы. Она будет, наверное, закрыть. Я прям сразу же буквально врывался к администрации, и оттуда представитель приходил, уходил уже с книгой в руке. Если эти корни обрублены, мы сироты. Библиотека – это последнее, что это. У них в самом названии Библия стоит, Библиотека, книга-хранилище. Ну и последнее мы просим всех вычистотографироваться. Я в войну буду 10 октября, и может, вы из себя. Пойдем 10 октября, на память. Пойдем, пойдем. Нет, нет, нет. Саша, ну пойдем. Я не люблю фотографию. Да, Таня, ну кто любит, пойдем. Нет, отвернем.